Прохода нет. Главная площадь столицы Чувашии закрылась на ремонт. Снимают асфальт, чтобы добраться до коммуникаций и заменить их. Вообще, большая часть денежных средств, выделенных Чебоксаром федеральной программой Ростуризма, направлена на замену сетей водоснабжения, канализации, освещения и связи. Они эксплуатируются уже более 40 лет. Генподрядчик ответственной за работы Пау Дорис. Стоимость выполнения работ по контракту более 1 миллиарда рублей. Уже закупили основные материалы, которые необходимы для производства работы. И со следующей недели подойдут сюда другие субподрядчики, специализированные организации. Вообще, данная реконструкция, она получается, можно сказать, всероссийская. Будут работать организации с Краснодара, Казани, Санкт-Петербурга. Гранитный камень, гранитную плитку берем с Урала, Екатеринбург. Различные карьеры. То есть, это такая большая география, которую надо организовать. Вместо старого асфальта уложат надежный гранит, оборудуют велодорожку. Украшением площади станет светомузыкальный фонтан и детские спортивные площадки. Открыть обновленное городское пространство планируют к столетию республики. Это будет в июне 2020-го. Но это часть запланированных работ. В проекте заложено и укрепление залива. Апрель месяц по температурному режиму, также подходящий для ремонта подкорпетинок. То есть, сейчас после дня города запускаем, условно, к первому июня запускаем? Да, ну, постараемся, к первому маю запустить обязательно. Для того, чтобы комплексно проект завершить, мы приготовили еще проекты по благоустройству и вынуждены добавить средства из другой федеральной программы «Городская комфортная среда». Но в целом, боевая готовность должна быть в 2021-2022 году. Полностью все завершение – это 2021-2022 годы. Проект реконструкции Красной площади разрабатывали в течение трех лет, отметил Алексей Ладогов. Это были и общественные обсуждения, и профессиональные. В них принимали участие специалисты «Чуваш-граждан проекта» и архитекторы из Москвы.